В Госдуме прозвучала инициатива о том, что необходимо снизить транспортный налог на 25%, как минимум речь о тех регионах, которые наиболее пострадали в условиях пандемии, где вводили режим повышенной готовности. Инициатива прозвучала от депутата Василия Власова. По его словам, он направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году. По мнению автора этой инициативы, такой шаг стал бы, я цитирую, «справедливой компенсацией и небольшой меры экономической поддержки». По простой причине, что подавляющее большинство россиян были вынуждены провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями. Но давайте выясним, есть ли у подобной инициативы шансы на реализацию, к чему это приведет. На видеосвязи с нами Егор Чурин, член правления профессионального союза налогоплательщиков. Егор, рад вас видеть в добром здравии. Спасибо, я тоже рад вас видеть. И даже не дома. Да, на работе, конечно. Егор, что скажете касаемо вот этой инициативы? Значит, ну, первая мысль, которая меня посетила, мне показалось, что это немножко популистский шаг, может быть даже хайп. Но, тем не менее, изучив вопрос по снижению на 25%, я как бы разграничу на два аспекта. Во-первых, есть аспект практический и теоретический. Начнем с практического аспекта. Значит, практический аспект тоже условно делится на два. Значит, есть компании, транспортные компании, которые обладают большим количеством транспортных единиц, большой мощностью, спецтехникой, которые занимаются пассажирскими перевозками. Те же авиакомпании. Они платят огромные платежи по транспортному налогу. Это достаточно существенно для них. И для них 25% от годового платежа по транспортному налогу была достаточно интересная мера. Они реально пострадали. Пассажиропотоки упали, в некоторых снизились до нуля у авиакомпаний. Так что в практическом плане говорить о том, что эта мера будет очень полезна транспортным компаниям, перевозчикам, безусловно, да. Я признаю. Здесь я позволю себе некую ремарку, опять же ссылаясь на автора инициативы, что, еще раз скажу, подавляющее большинство россиян были вынуждены провести месяц в дом. То есть речь все-таки о физлицах. Вот. А теперь перейдем к физлицам. Это второй момент практического аспекта, значит, этой инициативы. А теперь перейдем к физлицам. Средний платеж по России, я нашел такую информацию, средний налог по России на одно транспортное следствие, их, по-моему, зарегистрировано около 40 миллионов в Российской Федерации. Средний платеж составляет 3000 рублей. То есть примерно 120 миллиардов собирается транспортного налога. И представляете, из 3000 рублей вычесть, ну, грубо говоря, четверть. И вот эту четверть, насколько она будет полезна физическому лицу по автомобилю, насколько это будет вообще реальным шагом поддержки, ну, это будет ничтожно. Ну, даже если, например, не возьмем ни средний платеж по России, хотя он отличается, средний платеж от регионов пять раз. Например, там где-нибудь в Забайкале или в Чукотке этот средний платеж по автомобилю составляет полтора, полторы тысячи рублей. И в Москве там 7 тысяч рублей. Но более того, да, есть же и сельские территории, да? Да, я говорю, что в зависимости от территории будет разниться. Так вот, транспортный налог, вот это вот четверть, а если взять, ну, там, к примеру, ну, сэкономит, грубо говоря, ну, максимум там тысячу, да, физическое лицо с машины. Если эту тысячу распределить на год, ну, сколько это будет в месяц, а сколько это будет экономия в день, да? То есть, ну, это будет рублей 10 в день подкинуло государство физлицам. То есть, я не считаю эту меру достаточно, для физлиц достаточно серьезной, эта иммуникация будет ничтожна. Но при этом сейчас надо перейти тогда уже к теоретическому аспекту этого налога. Так. Значит, если смотреть в теоретическом плане, да, с другой стороны, так, инициатива была продиктована тем, что россияне там месяц-два просидели дома. Так тогда немножко надо менять характер налогообложения, надо переводить налогообложения тех, кто использует транспортные средства, о чем речь шла достаточно давно. И переходя к теоретическому аспекту, мы говорим, что надо перекладывать на пользователей, то есть перекладывать на топливо. Но в 2010 году, в мае, было это сделано, я напомню, да, когда заложили вакцизы на топливо, да, но как-то про сам транспортный налог, о том, что его вроде как половики стоит отменить, все забыли. А дальше был Платон и прочее, прочее. Вот, в том-то и дело. Тогда возникает большой теоретический, я бы сказал даже конституционный вопрос этого налоготранспортного. А вообще принцип налогообложения, двойного налогообложения тут соблюдается или нет? И очень много экспертов говорят, что этот принцип не соблюдается. Пользователи транспортных средств его уже давно платят в акцизе, и что же делать с транспортным налогом? И в этом случае снижать на 25% это, так скажем, бередить Турану акциз или транспортный налог. И его вообще обоснованность и конституционность. И, во-первых, это будет, наверное, снижение 25% для физлиц с насмешкой. То есть это будет реальная льгота авиакомпаниям, транспортным компаниям, компаниям, которые там используют спецтехнику. Реальная льгота. Ну а физлицам, я думаю, что никакого плюса профита здесь серьезного не будет. Но сама инициатива может разбередить вопрос конституционности этого налога. Ну смотрите, тут же надо понимать еще, что этот налог остается в регионе. Кстати, да. То есть это те самые улицы, дороги, качество исполнения, ремонт. Вот, Антон, и второе, теоретически хорошо, что вы напомнили об этом аспекте. Дело в том, что акциз – это федеральная составляющая, федеральная тема. А транспортный налог – тема региональная. И в данном случае, если заниматься конституционностью этого налога, то придется лишить региональные бюджеты тогда, если делать все, убирать двойной нагрузе. Региональные бюджеты – это и составляющие транспортного налога. То есть тоже такой вопрос очень щепетильный, я бы сказал, теоретически. Так что очень много затрагивает вот эта инициатива клубок вопросов, которые давно уже обсуждаются. И не так просто это все сделать. И, конечно, хотелось бы обсуждать уже реальные правовые документы, проекты законов. Но пока мне кажется, что снижение транспортного налога на 25% еще в законопроекте такого нет. Это только пожелания депутата. И не все пожелания депутатов доходят до законопроектов. Егор, я признаюсь, я несколько пессимистично отношусь к шансам этой инициативы быть реализованной. Как вы считаете, имеет она, что ли, ну опять же, некие шансы там на воплощение в жизнь? Ну, резюмируя. Я, наверное, скажу, что тоже нет. Не соглашусь, может быть, 30 на 70 где-то так, что 70%, что она не реализуется, 30, что, возможно, хотя бы появится законопроект. Но будет ли он применен, ну тоже 50 на 50 уже. Ну, опять же, известно, заканчиваем нашу беседу, да, известным там. Ну, время покажет. Вот, непонятно, как все будет развиваться на фоне там сегодняшней экономической и политической обстановки. Егор, спасибо вам большое, рад был видеть. Егор Чурин на связи с нашим. Спасибо. Член правления профессионального союза налогоплательщиков. Спасибо.